В четырех захваченных Россией областях Украины назначили даты так называемых референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. Правая коалиция или альянс левых сил. Всего через несколько дней итальянские избиратели должны определиться с выбором состава парламента. Германия выступает категорически против введения потолка цен на импорт энергоносителей. Об этом в беседе с Евроньюз заявила министр ФРГ по делам Европы Анна Люрман. Главы назначенных Москвой администрации оккупированных Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении в скором времени так называемых референдумов о вхождении в состав России. Заявления сделаны на фоне контрнаступления ВСУ. Мы взяли курс на воссоединение с Россией и уже не свернем с него. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также оккупационная администрация Херсонской и Запорожской областей сообщили, что проведут опросы 23-27 сентября. Глава МИД России заявил. Мы с самого начала специальной военной операции, в предшествующий ей период, говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы. Украина, которая за две недели отвоевала больше территории, чем Россия захватила с апреля прошлого года, воспринимает эти шаги как отражение отчаяния Москвы. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что Кремль, цитата, продолжает придумывать успокоительное для за это аудитории. Тем временем в Изюме продолжается расследование возможных военных преступлений, совершенных российскими войсками. В лесу, недалеко от недавно освобожденного города, было найдено 450 могил. Во время эксгумации обнаружили тела со следами пыток. Украинская армия продолжает наносить удары по российским военным, транспортным и тыловым объектам на юге Украины в Херсонской области. Об этом сообщает американский аналитический центр «Институт по изучению войны». В то же время контрнаступление продолжается на северо-востоке, где Украина, по-видимому, совершила прорыв в Луганской области. Давайте посмотрим на последнюю ситуацию на местах. По мнению института, украинские силы, вероятно, продолжат ограниченные локальные наступательные операции через реку Оскол и на линии лиман Белогоровка. Теперь рассмотрим Белогоровку повнимательнее, поскольку кадры геолокации боев подтверждают, что украинские войска отбили Белогоровку, которая находится в 20 километрах от участка Лисичанск, северо-Донецк. Это был последний украинский плацдарм в Луганской области, который Россия захватила 3 июля. Такое развитие событий теперь означает, что Россия больше не имеет полного контроля над всей Луганской областью, не говоря уже о Донецкой. «Институт по изучению войны пишет. Срочное обсуждение среди российских марионеток необходимости проведения референдумов для немедленной аннексии Луганской и Донецкой областей позволяет предположить, что продолжающееся контрнаступление Украины на севере вызывает панику у марионеточных сил и некоторых лиц, принимающих решения в Кремле. Что по этому поводу говорит Москва? Сампредсовет о безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе необходимы не только для системной защиты жителей тех и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости». На церемонии приема верительных грамот у иностранных послов в Кремле президент РФ Владимир Путин заявил о кардинальной трансформации международных отношений. Российский лидер также выразил уверенность, что вводимые западными государствами санкции негативно действуют и на них самих, и на беднейшие страны. «К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего развивающиеся и беднейшие. Именно на них в первую очередь отразились западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия, удобрений на мировые рынки. И в данном контексте верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч удобрений, российских удобрений, до сих пор остается без ответа». Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкции направлены против российской экономики войны, а не против продовольствия или сельского хозяйства. По его словам, никто не вводит ограничения на торговлю удобрениями между третьими странами ИРФ, но многие международные рыночные операторы сами не хотят иметь дело с Россией. В разных городах Ирана вспыхнули протесты через несколько дней после смерти молодой курдской женщины, задержанной в Тегеране. Как сообщают в СМИ, 22-летняя Махса Амини была остановлена полицией нравов за несублюдение строгих правил ношения хиджаба. Согласно официальным данным, после этого у девушки случился сердечный приступ. Очевидцы и семья говорят, что она была избита, на ее теле были видны следы пыток и издевательств. В соцсетях возмущенные мусульманские женщины устроили флешмоб, где демонстративно сжигали хиджабы и срезали волосы в знак протеста против действий полиции нравов. Во время протеста в Тегеране одна из протестующих сняла хиджаб. Предположительно, член военизированного формирования корпуса стражи исламской революции попытался напасть на женщину. На этих кадрах его сгоревший мотоцикл. До всеобщих выборов в Италии осталось всего несколько дней. Избиратель отправится на участки для голосования в предстоящее воскресенье 25 сентября. Многие жители Апинин говорят, что обеспокоены надвигающимся энергетическим кризисом, возможным экономическим спадом и снижением своих доходов. У меня нет никаких ожиданий от этих выборов. Есть чувство отчаяния. Я не знаю, за кого я могу проголосовать. Все что-то обещают, но эти обещания никогда не выполняются. Это действительно очень сложно. Выборы не за горами. Мы ожидаем, что будущая власть снизит затраты на электроэнергию и прочие счета. Честно говоря, все так зыбко. С такими тарифами трудно сводить концы с концами. Да и цены на продукты в супермаркетах тоже сильно выросли. Я не настроена оптимистична в отношении выборов. Но я все равно пойду голосовать. Обязательно пойду и выполню свой гражданский долг. Но я не могу подходить к этим выборам с большой надеждой. Потому что, честно говоря, у нас нет квалифицированных и подготовленных людей. Это люди, которые квалифицированы. Отстают от соперников на 20%. Германия выступает категорически против введения потолокоцен на импортный газ. Идеи, набирающие популярность в странах-членах Евросоюза. Которые таким образом пытаются ограничить рост стоимости энергоносителей. В беседе с Евроньюс министр ФРГ по делам Европы Анна Люрман заявила, что, по ее мнению, меры такого рода были бы контрпродуктивными. Проблема в том, что если ввести потолок цен только в Евросоюзе, когда все остальные мировые потребители этого не делают, то газ отправится к другим покупателям. А у нас, в ЕС, может случиться дефицит или снижение уровня поставок. Думаю, мы должны быть очень осторожны с установлением потолков такого рода. По мнению Берлина, Евросоюзу стоит диверсифицировать структуру поставок и вступить в прямые переговоры с поставщиками газа, убедив их снизить цены. Думаю, было бы важно обсудить способы снижения цены и с отдельными поставщиками газа, такими, как Норвегия, потому что они очень заинтересованы в процветании Евросоюза и европейского рынка. Анна Люрман выступает за пакет мер, предложенной Еврокомиссии, которая включает в себя экономию электроэнергии и введение налога на сверхприбыль энергетических компаний. Сверхприбыль энергетических компаний очень нужна для того, чтобы мы могли использовать тот избыточный заработок, который они получили, не приложив никаких дополнительных усилий, а просто потому, что так устроен рынок энергетики. Мы можем взять эти излишки и вернуть их потребителям, гражданам, особенно нуждающимся. Мы можем снизить для них цены. Анна Люрман беседовала с Евроньюз в рамках Совета ЕС по общим вопросам. На нем министры европейских стран также обсудили возможность отказа от правил единогласия в вопросах внешней политики и политики безопасности. Анна Люрман подчеркнула, что это нужно сделать как можно скорее и до того, как к блоку присоединятся новые члены. Анна Люрман